Завершающая генеральная перед днём победы репетиция военного парада. Права на ошибку уже нет. Всего через два дня, 30 сентября, Абхазия будет отмечать свой главный праздник 25-летия победы и независимости. И событие на площади свободы будет главным в череде праздничных мероприятий. Открыл генеральную репетицию первый заместитель министра обороны, командующий парадом Беслан Свишба. По его команде почётный караул Минобороны выносит государственный флаг Абхазии и знамя победы. Затем автомобили с министром обороны, героем Абхазии Мирабом Кешмария и командующим парадом генерал-лейтенантом Бесланом Свишба начинают движение навстречу друг другу. Абхазия Минобороны выносит государственный флаг Абхазии Минобороны, командующий парадом Генерал-лейтенант Свишба. За генеральной репетицией парада наблюдает главнокомандующий президент Абхазии Рауль Хаджимба. О том, что расчёты готовы, главе государства докладывает министр обороны Мираб Кешмария. После чего начинают маршировать парадные расчёты вооруженных сил Абхазии, представители Министерства обороны Южной Осетии, подразделения вооружённых сил Российской Федерации, казаки Черноморского, Донского и Кубанского войск. Абхазия Минобороны Помимо военнослужащих, к параду привлечены сотрудники МВД, МЧС, ГСО, Миграционной службы и Таможенного комитета Абхазии. По словам ветерана войны, заместителя председателя Таможенного комитета МСАУста Шамба, в парадном расчёте ГТК задействованы все подразделения ведомства. Это из Таможенного поста ПСОУ, Таможенный пост Сухум, Таможенный пост Ингур. То есть ребята подготовленные, способные, достойно пройти торжественным маршем парад победы. Особо на репетиции парада выделяется одна колонна. Это парадный расчёт военнослужащих женщин, сотрудниц главного военного ведомства страны. Возглавляет его ветеран войны, награждённая медалью за отвагу Анна Шакрыл. Для неё военной медсестры, узнавшей все тяготы войны, участие в юбилейном параде – событие особенное и волнительное. Я как ветеран и служа в Вооружённых силах Республики Абхазия, вдвойне испытываю такое счастье, что мне такая честь выпала участвовать в параде победы на 25-летие. Победы – это самый главный наш праздник страны, чтобы только мы парад проводили, вспоминали наших близких, друзей, кого мы потеряли в этой войне и чтили их память. После марша парадных расчётов на площади свободы появляется военная техника. Первой идёт батарея миномётов ПМ-120 артиллерийской группы. Гордость и мощь нашей артиллерии составляют установки реактивной системы залпового огня «Град», которые сыграли важную роль в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Берой Абхазии Артур Аракелян. В небе над площадью свободы появляются вертолёты Ми-8, Ми-24 и Л-39. Наблюдать пусть даже пока репетицию парада собрались многочисленные горожане, разместившиеся в сквере парка и на тротуарах. Безусловно, 30 сентября посмотреть на юбилейный военный парад, в котором будет задействовано более полутора тысяч человек и 119 единиц техники, соберутся жители Абхазии, многочисленные гости, представители зарубежных СМИ. А для тех, у кого не будет возможности посетить площадь свободы, телеканал Абаза ТВ и Абхазская государственная телерадиокомпания организуют прямую трансляцию парада с площади и праздничного концерта на столичном стадионе «Динамо». Хочется, наверное, порадоваться за оба телеканала. Будет задействовано до 12 камер, соответственно, это 12 операторов, два режиссёра, ассистенты режиссёров техники, вся техническая служба. Хочу сказать такую мысль, мы впервые в таком масштабе будем работать. То есть раньше, если технических условий у нас не было, сейчас, слава богу, и руководство страны нас поддержало, мы приобрели соответствующую технику, за что благодарим их. И, соответственно, ресурс канала Абазы, Руслан Канович, подключился. И вот мы решили организовать такую масштабную съёмку. Для нас это первые шаги, и я думаю, что с поставленной задачей мы справимся. Главное событие 25-летия Победы «Парад» начнётся 30 сентября в 11.00 на площади Свободы в Сухуми. Анастасия Никонова, Рамо Камке, Сыракуа Гухава, Абаза ТВ.